Самое важное в этой игре мы одержали победу, потому что те три игры, которые мы проводили на домашнем поле, непристинном, ни радостей положительных, ни очков, трудно таблиц, и болельщиков не порадовали, хотя ребята были достойны в этих играх все-таки очки брать. Поэтому немножко давлял этот груз, чувствовалось перед игрой, но с первых минут волны не ушло, и первый тайм, считаю, мы привели достаточно хорошо. Конечно, качество поля не позволяло играть в тот остротокующий и комбинационный футбол. В принципе, для Спартака, считаю, тоже, потому что играли, считаю, две играющих команды. Но поле нивелировало то мастерство, которое есть у моих футболистов. Но, тем не менее, задача была одна – победить, и, может быть, голов не ждали много. Мы искали моменты, искали подходы, правильно воздействовали и противодействовали против соперника, забили гол и одержали. Заслуженную победу. А Акценту в Сапсу задают вопрос, если известно, что у него какие-то равни, насколько он выиграл, можно сказать, конкретно? Да нет, сейчас, как бы, сейчас немножко нужно определиться, определиться, сейчас нужно сделать обследование, обследование, где, так сказать, будет ясно и понятно, что случилось с Александром. Я думаю, может быть, спазм, ничего страшного, просто нужно, чтобы боль успокоилась, воспаление успокоилось, и тогда уже, может быть, говорить конкретно о рецидиве, что там. А так, конечно, если Сашка его выгодит, для нас ощутимые потери капитан-лидер и вожак команды. Акченко вопрос, молодой парень, он уже вторую игру выходит, как можете его оценить, его вклад какой-то есть? Ну, конечно, если ему доверяют, и он выходит на футбольный поле, значит, он в тренировочном процессе правильно понимает те требования и принципы игры, и поэтому он выходит. Парень неинтересный, потенциал есть, и ему только нужно правильно работать на футбольном поле и четко выполнять те функции, которые ему предъявляются. Да, у Никитки там просто болезненно получил удар, там ничего серьезного, ничего страшного, завтра уже будет в тренировочном процессе. А так, конечно, если в первом круге мы играли с командой «Спартак-2», было полное преимущество наше 70 минут, а потом пропустили обидные мячи, которые как бы не позволили нам удовольствоваться положительным результатом. Хотя ребята, я скажу, очень интересные, очень хорошие, все как бы обученные, не чувствуется рука от тренера, который как бы правильно их направляет, правильно их готовит. Поэтому они как раз на хорошем ходу были, набрали хороший ход, последние победы как бы над командами, которые у нас вверху таблицы, поэтому что Балтика, что Воронеж, до этого вдоль. Поэтому тем и ценнее сегодня победа. Ребята ее заслужили, они полностью отдавались игре, борьбе, поэтому нас нужна победа. Как строительство, на ваш взгляд, перенесла команду? У нас еще дорога была такая затяженная. Дорога как бы, сутки добирались, да, сутки добирались, поэтому восстановление как бы не получилось с того, как бы есть. Немножко еще недостановление как было у ребят, но все-таки ресурсы человеческого организма не знают границ, поэтому тут сам главный настрой, сам главный настрой и желание, желание побеждать и стремиться к победе. Поэтому все это превалировало. Так, конечно, тяжело было. Ну и хотелось бы все-таки это, поздравить болельщиков, которые нас поддерживали, нас поддерживали вперед. И своей, так сказать, своей поддержкой нам поселялись уверенность и дополнительные силы все-таки болельщики, для которых мы играем, и хочется их чаще радоваться. А им спасибо, огромное. А вы, знаете, готовы играть? Да, готовимся. Сейчас в раздевалке как бы подводили итог сегодняшнего матча, я сказал, что в Кавказ едем за положительным результатом, потому что ребята готовы ко многому, поэтому мы всех уважаем, но никого не боимся в этой лиге. Не только в этой лиге, поэтому все как бы идет от головы, когда если ты хорошо настроен, подготовлен, как бы соперник не был, ты всегда, так сказать, будешь с чувством превосходства играть и добиваться положительного результата.